Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, благословения и приветствия нашему уважаемому пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам в самой наилучшей и полной форме. О Аллах, выведи нас из мрака заблуждений и светом понимания, озари! Двери знаний распахни пред нами, мягкостью и добротою одари! И сделай нас из числа тех, кто, как говорится в Коране, внимательно слушает слово и следует лучшему из услышанного. Когда мать Анаса ибн Надра узнала, что ее сын принял ислам, то потребовала от него отречься от веры. Но Анас не послушал ее. И тогда она объявила голодовку. Сегодня этот метод тоже применяется. Люди по разным причинам объявляют голодовки. Тогда Анас сказал ей, «Мама, ля ухарачти нафсен нафсен», то есть «даже если души станут покидать тебя одна за другой, я не отрекусь от пути, на который наставил меня Господь. Хочешь — ешь, хочешь — не ешь». То есть здесь под словом «нафс» подразумевается «аррух», «душа», «дух». Таким образом, в арабском языке слово «нафс» может употребляться в значении «аррух» — «душа», «дух». Также слово «нафс» может употребляться в значении местоимения «сам» для указания на конкретный объект, любой объект. «Джаа фулянун нафсу» — «явился сам такой-то». Когда человек, о котором идет речь, был где-то далеко, путешествовал, и ты говоришь «явился сам такой-то». То есть не письмо от него пришло или посылка, а он самолично явился. Таким образом, слово «нафс» здесь употребляется в значении местоимения «сам». Слово «нафс» также используется в значении «инстинкты», которые роднят нас с животными. Инстинкт поиска пищи, воды, половой инстинкт и так далее. Слово «нафс» также используется в значении «кровь». Итак, в арабском языке слово «аррух» имеет только одно значение — «дух», «душа». Тогда как слово «нафс» имеет несколько значений, одним из которых является душа — «аррух». Доказательством этого являются слова Всевышнего. Есть несколько таких аятов. Один из них приводится в суре Аль-Бакара. «Когда же я придам ему соразмерный облик «ванафахту фиги миррухи» и вдохнув в него от духа своего, то поклонитесь ему». Речь идет о человеке, о пророке Адаме. «И душа, которую Аллах вдохнул в Адама» — одна из тайн Всевышнего — это та же душа, которой обладают все его потомки. Таким образом, «аррух», «дух», «душа» относятся к Аллаху. Но вы ни в коем случае не должны понимать это так, будто душа является его частью. Боже упаси! «Когда же я придам ему соразмерный облик и вдохнув в него от духа своего», то есть как будто нечто отделилось от Аллаха и было вложено в Адама, Боже упаси! Это неверие, куфр. Тогда что означает «душа» относится к Аллаху? Это говорит о почтении, о высоком статусе. Это означает, что душа является тайной, которую знает один лишь Аллах. Вот что означает «душа относится к Аллаху», как сказали ученые. Что же касается душ, которые имеются у других животных, проникают в них при рождении и отделяются во время смерти, то да, у души животного и души человека есть одно общее качество — это пробуждение чувств. Как у животных, так и у нас душа пробуждает чувство. Пробуждает чувство боли, чувство удовлетворения инстинктов. Это то, что их объединяет. «Но душа человека, которую Аллах, всемогущ он и велик, вложил в его тело, принципиальным образом отличается от душ других животных». В книге Всевышнего мы находим такие слова. Смысловой перевод. «И когда вывел Господь от детей Адама из их спин, их же потомков, и заставил их свидетельствовать против самих себя, «Не я ли Господь ваш?» Они ответили, «Да, мы свидетельствуем». «Мы свидетельствуем», здесь предложение закончилось. «Чтобы в день воскрешения вы не говорили, мы не знали этого, чтобы не говорили, наши предки были язычниками, а потому и мы ими стали, ведь мы всего лишь были их потомками, неужели ты погубишь нас за то, что делали другие?» Четкий и ясный аят, который мы читаем в книге Всевышнего Творца. «Значит, Аллах говорил с душами до того, как те были распределены между телами, даже еще до того, как эти тела были сотворены». Четкий, ясный аят. Но вот вопрос. «Обращался ли Господь в тот момент к единой духовной основе, которая еще не была разделена на отдельные души, душа такого-то, душа такого-то, душа такого-то, обращение было к духовной основе? Или же Творец обращался к душе каждого человека отдельно? Ответ на этот вопрос мы находим в самом же аяте. «И когда вывел Господь от детей Адама из их спин, их же потомков, множественное число, и заставил их, множественное число, свидетельствовать против самих себя, не я ли Господь ваш? Ответили они, мы свидетельствуем». Значит, обращение было адресовано не духовной основе. Духовная основа одна. Иначе обращение было бы только к единственному числу, а не к множественному. Таким образом, как сказали толкователи Корана, Всевышний Творец обращался к душе каждого человека отдельно, еще до того, как люди были сотворены. До того, как были сотворены. И, разумеется, до того, как эти души были вложены в тела. Тела еще не было. Но Аллах знал, знал, что эта душа предназначена для такого-то человека, эта для такого-то, а эта для такого-то. Для Всевышнего нет ничего невозможного. Это у нас вещи делятся на простые, сложные, средние сложности и так далее. Но для Аллаха нет ничего простого или сложного. Это недопустимо в принципе, с точки зрения логики недопустимо. Таким образом, Всевышний Творец обращался к душе каждого человека отдельно и заставил ее засвидетельствовать. Не я ли Господь ваш? Каждый, каждый, каждый. И они ответили «да». То есть души ответили «да». Итак, на этот вопрос мы ответили. Здесь многие начинают спорить и так далее, прежде всего те, у кого в сердце еще не закрепились постулаты вероубеждения. Другими словами, прежде всего это те, кто не познал своего Господа, кто не познал своего Господа и Создателя. Когда человек, который не знает Творца, слышит о Боге, он сразу начинает сравнивать его с самим собой. Кто не познал своего Господа, не знает, какими атрибутами обладает Всевышний как Бог, тот начинает смотреть на Бога сквозь призму собственного представления о самом себе. «Это научная ошибка». Но если человек постарался познать своего Творца и узнал, какими божественными атрибутами обладает Всевышний, что Он является Творцом всего этого мира, и узнал, что Он является собственностью Всевышнего Аллаха, то Он понимает, что для Господа миров нет ничего сложного. Это понятие относится к творениям, но не к Творцу. А человек спрашивает, «Мне не раз задавали такой вопрос». «Хорошо». Если Аллах разговаривал с душами, то значит, мы должны помнить об этом. Мы должны помнить об этом. Но вот я пытаюсь вспомнить. Воскрешаю все свои чувственные воспоминания. Но я не припоминаю, чтобы ко мне обращались с этими словами, которые мы читаем в Коране. Сам вопрос странный. Дело не в том, что ответить сложно. Вопрос сам по себе странный. Почему? Потому что этот человек в поисках ответа обращается к своему телу. Он будто спрашивает у своего тела, у своего уха, у своих чувств. Ты что-то помнишь из того, о чем говорится в этом аяте? Но твоего же тела не было тогда. Твои уши существовали? Твои органы чувств не существовали тогда? Так почему же ты спрашиваешь у своего тела о том времени, когда оно еще не существовало? Господь разговаривал с душой, а затем эта душа была вложена в то тело, в которое на определенный срок пожелал ее вложить Всевышний. «Хочешь ощутить отголоски этого разговора, осознать его, тогда обратись к своей фитре, фитре, которую Всевышний заложил в тебя». Пророк сказал, «Каждый ребенок рождается с фитрой. Такова природа людей, фитра, установленная Творцом в них», говорит Аллах, Субханху ва Тааля. Смысловой перевод аята. Любой человек, братья, если обратиться к своей первозданной фитре, чистой от примесей, и заслоняющего ее многослойного хлама, ставшего результатом плохого воспитания, реакций человека, совершенных им ошибок, которые прижились и прочно закрепились в нем, если бы он обратился к своей фитре, то осознал бы приятные отголоски того разговора. Но вот ребенок появляется на свет. Разговор Творца с его душой уже присутствует в нем. Затем ребенок растет и получает воспитание. В различных его проявлениях и формах. Если человек получал воспитание, которое подпитывало его фитру, воспитание, которое находилось в гармонии с его первозданной фитрой, то клянусь тем, помимо которого нет иного Бога. Такой человек живет и наслаждается отголосками разговора, состоявшегося между Аллахом и ней. Не ушами, а своим естеством. Своим естеством. А вот человек, который не получал должного воспитания и погряз в причинах, уводящих его от прямого пути, то, конечно, его фитра не то чтобы погибла, скорее отдалилась, покрылась наслоениями и, возможно, впала в полусонное состояние, наподобие того, в которое впадает человек, употребивший наркотик. Доказательством этого являются слова Аллаха. Смысловой перевод — «Когда беда постигает вас в море, вы забываете о всех, на кого молились ранее, и обращаетесь только к нему. Когда же он спасает вас, и вы причаливаете к берегу, вы отворачиваетесь». Так оно и есть. В Коране об этом говорится в трех местах. «Как это? Атеист? Грешник? Нерелигиозный человек?» Садятся на корабль. Корабль выходит в море, и вот начинается сильный шторм. Справа и слева вздымаются волны, судно начинает раскачивать из стороны в сторону, и пассажиры начинают чувствовать приближение смерти. Нет никаких сомнений, ни малейшего. Все они обратятся в одну веру, и все будут говорить «Господи!» Все будут говорить «Господи!» «Атеист, неверующий, язычник, буддист» и так далее. Все. Почему? Потому что пробудилась их фитра. В условиях возникшей опасности весь этот хлам, который заслонял ее, разлетелся в сторону. И проявилась фитра, которая помнит обращение Аллаха к ней. «Не я ли Господь ваш?» И ответили они «Да». И это правда. Однажды я читал статью Джамал-Уддина Аль-Афгани. У него был журнал под названием «Аль-Урвату-ль-Уфка». Издавался несколько лет подряд. Он пишет, «Я сел на корабль, идущий из Марселя в Александрию. Через какое-то время начался сильный шторм, как тот, о котором мы только что говорили. Огромные волны и так далее. Корабль раскачивала из стороны в сторону. Он то вздымался, то нырял носом. Мы почти утратили надежду. На корабле, — говорит, — были представители разных слоев общества и разных убеждений. Верующие, неверующие, атеисты и так далее. Корабль идет из Европы. Кому еще быть на борту? У Джамал-Удина Аль-Афгани был такой характерный внешний вид. Все пассажиры, — говорит он, — сбежались ко мне и попросили меня прочитать молитву вместе с ними. И мы стали молиться. Я, — говорит, — не видел в своей жизни ничего более удивительного. Совсем недавно меня окружали неверующие, буддисты, представители богемы, христиане, иудеи, мусульмане. Но сейчас все эти различия исчезли. Все плачут, взывая к Богу. Не это ли было следствием слов «Не я ли Господь ваш?» И я не раз рассказывал и упоминал эту историю в своих работах. Когда-то я преподавал на факультете литературы в университете Латакия. Мне приходилось ездить туда и обратно на автобусе. И вот одним холодным зимним днем мы выехали из Латакии обратно в Дамаск. Когда мы доехали до города Набк, начался необычайно сильный снегопад. Высота снега, когда мы добрались до Набка, была больше метра. нам пришлось остановиться и провести ночь в автобусе. В автобусе было порядка 45 человек. Парни, девушки, разные, соблюдающие, несоблюдающие. И была также группа ребят, по всей видимости, друзей, которые резвились, шумели, болтали. Утром следующего дня водитель решил рискнуть и сел за руль. Какой была погода. Невозможно было отличить небо от земли. Все слилось в одно целое. Дороги не видно, куда поворачивать не видно, ни неба, ни земли ничего не видно. Кругом белым-бело. Как водителю ехать? Как он будет знать, куда поворачивать? Но он хорошо знал дорогу и положился на собственную память. Автобус тронулся и, покачиваясь, как пьяный, поехал со скоростью километров 10-15 в час. В тот момент я посмотрел на пассажиров и увидел, что все они превратились в людей, наполненных покорностью пред Богом, религиозных. Все взывают к Аллаху и в первую очередь та группа парней и девушек, которые всю дорогу резвились, болтали всякое. Все. Затем из этой же группы ребят на середину автобуса вышел парень и обратился к пассажирам. Братья, нас 45 человек, 45 дуа поднимутся к Аллаху. Он не отвергнет нашу просьбу. Давайте же прочтем дуа. Это сказал не я, а те, кто недавно резвились, шумели и болтали. Я рассказываю эту историю и таких примеров много, чтобы пробудить тех братьев, которые оставляют без внимания эти удивительные слова Аллаха. Обращение Создателя впечатано в твою душу, впечатано в тебя, но ты просто заслонен от него. Заслонен. А иначе что тогда побудило этих ребят так поступить? Пускай бы себе оставались такими, какими были. Что побудило их к этому? Но самое странное, когда мы добрались до Дамаска, снегопад прекратился и в небе показалось солнце, пассажиры понемногу, понемногу вернулись к тому, какими были с самого начала. Такова реальность. Итак, если бы человек пожелал обратиться к своей фитре, то заметил бы, что обращение Творца к нему, отголоски обращения Аллаха к человеку присутствуют в нем. Обращение Аллаха не скрыто от твоей души, оно скрыто от твоих инстинктов. Другой момент, который нам, братья, осталось рассмотреть, если человек умер. Здесь все предельно ясно. Книга Аллаха разъяснила этот момент. Хадисы пророка Мухаммада это подтвердили, что человек после смерти либо испытывает блаженство, либо подвергается наказанию. Это не значит, что человек сразу после смерти попадает в рай или ад. Но человек будет испытывать блаженство еще до того, как попадет в рай, или подвергаться наказанию еще до того, как попадет в ад. Господь Миров говорит, смысловой перевод, «Выводите свои души, сегодня вам воздастся унизительным наказанием». Сегодня, а не в день суда, то есть в загробном мире, в этот период между смертью и днем воскрешения. «А в день воскрешения, — говорит Всевышний, — подвергните род фараона самым жестоким мучением». И пророк Мухаммад подтверждает это в хадисе, где говорится, что после смерти человеку будут заданы вопросы, и его ответы либо спасут его, что станет результатом его праведности в земном мире. И тогда Творец откроет ему окно в рай и скажет, «Вот твое место в раю». И благодаря этому он будет испытывать блаженство. Другому же человеку Аллах будет показывать уготовленное для него место в аду. И это зрелище будет для него наказанием. Но не это здесь главное. Хорошо, душа от Аллаха. Смысловой перевод. «У тебя спрашивают о душе, ответь, что душа — прерогатива Господа». Хорошо, если человек поступал несправедливо по отношению к самому себе, совершал грехи и умер, плохо завершив свою жизнь, значит, он попадет в ад. Не так ли? Но душа-то в чем виновата? Почему она тоже должна подвергаться наказанию? Ведь душа спустилась от Аллаха. Не так ли? Возникает такой вопрос. Некоторые часто его задают. Каков ответ? Сперва, братья, я задам вопрос. Душа, перед тем, как Создатель вложил ее в это тело, сама по себе душа, испытывает голод? Нет. Испытывает жажду? Нет. Испытывает холод, когда на улице холодина? Испытывает холод? Испытывает жару и связанный с ней дискомфорт. Чувствует все это? Тоже нет. Хорошо. Значит, голод, жажду, жару, холод и прочее, испытывает не душа. Потому что мы сейчас предполагаем ситуацию, когда душа находится вне тела. Душа не ощущает этих вещей. Душе никогда не нужна была еда. Душе не нужна вода. Но когда душа попадает в тело, на самом деле это тело нуждается во всех этих вещах. Всевышний Творец заложил в тело человека инстинкты. Животные инстинкты, которые являются общими как для людей, так и для животных. Потребность в еде, воде, интимной близости, вещи, причиняющие телу боль, вещи, вызывающие наслаждение, все это есть. Но Творец связал это не с душой, находящейся вне тела. Он заложил в естество человека инстинкты. Посредством этих инстинктов человек испытывает определенные потребности, избегает того, что может причинить ему вред, и ищет то, что приносит ему наслаждение. С другой стороны, если не будет души, то он не будет ничего чувствовать. Тело. Душа, как мы сказали, не нуждается ни в пище, ни в воде, потому что она не испытывает ни голода, ни жажды, ни жары, ни холода, ничего. Так же и тело. Разве тело, когда в нем отсутствует душа, требует пищу, требует воду, чувствует боль, когда ты подвергаешь его тому, что ее вызывает? Но когда душа проникает в клетки тела, вот тогда и пробуждаются инстинкты. Слушайте внимательно. Тогда и пробуждаются инстинкты. Инстинкт требует пищу, когда появляется голод. Тебя начинают мучить чувства голода. Требует воду, когда появляется жажда. Тебя мучат чувства жажды. Чувствуешь жар, чувствуешь холод. Если жар усилится, ты сгоришь. Ты начинаешь ощущать все эти вещи. Что является источником всех этих чувств? Душа или тело? Источник душа или тело? Тело. Тело. Потому что душа вне тела ничего не ощущает. Если бы источником ощущений была душа, то тогда душе, находящейся вне тела, требовалась бы пища и вода. Если бы источником всех этих потребностей была душа, то тогда душа, находясь вне тела, нуждалась бы в удовлетворении всех этих потребностей и избегала бы опасностей. Но когда душа входит в тело, она позволяет ему испытывать ощущения. Позволяет телу испытывать ощущения, как мы говорили на прошлом уроке. Душа проникает в клетки и так далее. Когда инстинкты пробудились посредством души, чего они хотят? Хотят удовлетворения своих потребностей, инстинкты. Пищевой инстинкт, инстинкт жажды, половой инстинкт, инстинкт самосохранения, побуждающий человека избегать того, что причиняет боль. Вот. Но что является почтой, которая доставляет телу чувство наслаждения при появлении соответствующих причин? Что является почтой, доставляющей телу чувство боли, когда появляются приводящие к ней причины? Что является почтой? Душа. Душа. Поэтому что делает душа? Душа передает тебе чувство радости, когда в твое тело проникают причины радости. Душа передает тебе чувство боли, когда твое тело подвергается причинам, вызывающим боль. Понимаете? Поэтому тем, что требует удовлетворения всех этих потребностей, за счет чего тело испытывает наслаждение, и тем, что избегает потенциально опасных для тела вещей, все это проистекает из инстинктов, телесных инстинктов. Но телесные инстинкты ощущают вещи только тогда, когда в них проникает душа. Значит, человек, когда покидает этот мир, переходя в мир загробный, а затем в мир вечности, тело, вместе с заложенными в него инстинктами и желаниями, которые Аллах в него вложил, а также стремление к наслаждению и противоположные этому вещи, стремление избегать того, что причиняет боль, все это где находится? В теле. Но кто передает телу чувства наслаждения или боли? Душа. Поэтому душа — это почта. Не душа испытывает боль, и не душа испытывает наслаждение тем, что приводит к этому. Душа испытывает наслаждение другим. Мы об этом еще не говорили. По-другое. Но наслаждение, которое дает еда и вода, не для души. Наслаждение от интимной близости не для души. Понятно? Эти инстинкты, наслаждение от удовлетворения потребностей и стремление избегать того, что причиняет боль, все это касается инстинктов. Разве душа испытывает наслаждение от интимной близости? И наоборот, если наслаждение не имеет никакого отношения к душе, то и боль не имеет в душе никакого отношения. Понятно? Поэтому неверующий человек, для которого Аллах уготовил соответствующие мучения в аду, что внутри этого человека будет испытывать эти мучения? Инстинкты, которые Господь создал в нем, в день воскрешения Господь создаст в его теле намного более сильные способности выдерживать страдания, чем те, которыми он обладал в земном мире, чтобы он мог переносить эти мучения, чтобы он не превращался в пепел. Как только их кожные покровы сготовятся, мы заменим их другой кожей. Смысловой перевод аята. Хорошо. Если он умрет, то не будет ничего чувствовать. Для этого и нужна душа. В чем тогда будет состоять ее задача? Разве душа сама по себе испытывает страдания, которые переживает тело? Нет. И которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки? Смысловой перевод аята. Это наказание, которое описывается в книге Аллаха, при котором кипящая вода будет разрывать внутренности человека. Это чего касается? Тело. А что будет делать душа? Душа будет передавать внутренностям человека и его телу все эти ощущения. Полагаю, мы доступно все объяснили. Доказательством этого является то, что мы прекрасно понимаем, что душа вне тела не нуждается ни в еде, ни в воде, ни в интимной близости, ни в комфорте, ни в наслаждениях и так далее. И наоборот. Все, что противоположно этому, также не имеет никакого отношения к душе. Все виды наказаний, которые Всевышний уготовил для неверующих, будут соответствовать телесным инстинктам, которыми Аллах испытывал их в земной жизни. Телесные инстинкты требуют наслаждений и стремятся избегать противоположных им вещей. Сегодня чувствительность этих инстинктов, скажем, на 20%, но в день воскрешения их чувствительность будет во много раз больше, чтобы человек мог сильнее ощущать страдания и боль по сравнению с земной жизнью. Таким образом, источником наслаждения и страдания в день суда будут инстинкты, а душа во всех случаях будет выполнять роль почты, передавать праведным людям чувство наслаждения, радости, счастья. Хорошо, а у души есть свои потребности, которые приносят ей наслаждение? Это уже другое. Душа тоже испытывает наслаждение. Но наслаждение души не имеет ничего общего с наслаждением тела. Наслаждение души приносит близость к своему Создателю. Душа испытывает наслаждение, ощущая диалог, взаимное общение со Всевышним. Душа испытывает наслаждение, когда знает, что Аллах доволен ею и что Аллах любит ее. Почему? В чем причина? Потому что душу вывели из высшего мира и заперли в этом теле. Где ее родина? Там, высоко. Ее родина — тот высший мир. Конечно, мы не говорим, где этот мир конкретно находится, но душа, как сказал Творец, была спущена, низведена, и сейчас она находится в заперти в твоем теле. Ее боль — это разлука, а наслаждение — связь со Всевышним. Инстинкты не имеют к этому никакого отношения. Каждый из нас временами испытывает подобное состояние. Человек страдает от сильной физической боли в тюрьме, еще где-нибудь, болезнь, что-то болит. И вот глубокой ночью он поднимается с постели и молит Всевышнего. Разумеется, этот человек рос в атмосфере веры, душа его получала свою подпитку через поминание Аллаха и так далее. И вот этот человек сидит и поминает Аллаха, размышляет о его божественных атрибутах, читает какие-то аяты из книги Всевышнего и забывает о своей боли. Бывает такое или нет? Он забывает о страданиях, которые мучили его, какими бы эти страдания ни были. И его постигает необычайное чувство наслаждения. Это наслаждение касается уже не инстинктов. Кто испытывает это наслаждение? Душа. Это наслаждение испытывает душа. Временами бывает, читаешь слова Создателя, просто себе читаешь, как вдруг появляются чувства сродни тому, которое испытывает человек, скучающий по своей родине. Когда возникает чувство тоски по родному дому, месту, где он родился. Когда же я вернусь обратно? Когда же настанет этот час? И глаза наполняются слезами. Плачут глаза, плачет сердце, и ты уже не можешь продолжать чтение. Откуда исходит это чувство? Оно исходит от души. Душа тоскует по тому миру, из которого она была низведена. Поэтому, когда ты сидишь и поминаешь Аллаха, но поминаешь не просто машинально, проговаривая слова языком, а осознанно, с присутствием сердца, то через какое-то время тебя охватывает чувство восторга. Необычайное чувство восторга. Откуда исходит это чувство? От телесных инстинктов? Нет, это чувство восторга исходит от души. Так что у души есть свои потребности. Коротко говоря, душа любит своего Господа и тоскует по Нему. У души есть свои потребности, но они не имеют ничего общего с потребностями тела. Душа не ищет какое-то особое блюдо, она не ищет удобства или красивый вид. Все, что нужно душа, это быть рядом со своим Господом, быть рядом со своим Создателем. Итак, на этот вопрос мы ответили. Надеюсь, у вас больше не осталось проблемных моментов по данной теме.